Женский состав нынешнего курса подготовки специалистов пограничного контроля из 21 курсанта 16 девушек накладывает определенный отпечаток на весь процесс обучения. И преподаватели, и курсанты, и мужчины по-особому учили, и отношение к слушателям было особое. Нет, оно оставалось по-военному строгим, но, как отмечают педагоги, более утонченное. Как-никак состав-то звездно прекрасный, а в целом, отмечает начальник центра, женщины обладают всеми качествами, которые необходимы при службе на границе, несмотря на то, что они слабый пол. Вы знаете, наблюдательность женщины, конечно, на мой взгляд, она выше. Внимательность женщины, на мой взгляд, она выше. Усидчивость женщины тоже она лучше. Поэтому не случайно 16 человек выпускники в канун чемпионата мира по особой специальной программе сегодня здесь. А как женщин учить, тяжело? Вы знаете, сложно, сложно, есть много своих нюансов, но они молодцы. Они молодцы, невзирая на... есть у нас совершенно юные лейтенанты, и видите, лейтенанты есть в определенном уже возрасте, зрелые, опытные, у каждого свой характер, но, тем не менее, спустя три месяца это уже единый коллектив. Среди выпускниц центра Татьяна Янкова, лучший начальник смены органов пограничной службы Беларуси, в 2013 году за плечами 18 лет работы в аэропорту Минск-1. За эти годы встретила не одну сотню гостей, прилетающих в Беларусь. Столь долгий срок службы – достойный аргумент для того, чтобы получить офицерское звание. Я горда, что получила лейтенантские погоны, которым шла долгие 18 лет. Брест – это моя родная земля, на ней я родилась, выросла, получила образование. И благодаря моему мужу, который был на то время офицером пограничной службы, меня привело сюда. Основными задачами центра является подготовка специалистов пограничного контроля. Это у брестских преподавателей-военнослужащих получается на высоком уровне. Курс длится три месяца, и за столь короткий срок слушатели центра получают пакет необходимых на службе новых знаний. Сегодня, когда страна готовится к приезду гостей на чемпионат мира по хоккею, программа обучения претерпела некоторые изменения. Мы внесли ряд корректив в программу обучения. Прежде всего, увеличение количества часов на изучение терминологии пограничного контроля на английском языке. Также был прочитан специальный курс по практической психологии. Но, если двумя словами сказать, это учили, как, исходя из того опыта плюс знаний, в потоке пассажиров, в большом потоке пассажиров, в сотнях, в тысячах пассажиров, выявить потенциальные нарушители границы, потенциальные нарушители пограничного законодательства. Это непросто. Сам центр подготовки специалистов уже достаточно состоявшееся учебное подразделение. Этот выпуск четвертый. И уже анализ, сделанный в отношении предыдущих выпусков, показал, что молодые офицеры, пришедшие из данного учебного подразделения, обладают высоким уровнем подготовки, квалифицированные кадры пограничного контроля. Это, безусловно, большая заслуга преподавательского состава, руководства учебного подразделения, руководства института пограничной службы, в который входит данное подразделение. Брест всегда и у всех ассоциируется как город пограничный. Окно между западом и востоком и лицом в этом окне было и остается пограничник, первый встречающим и последний провожающий гостей. Долг, честь, достоинство – это главные слова для тех, кто носит погоны с эмблемой пограничного ведомства Белоруссии о женское очарование, открытая улыбка и профессионализм белорусских пограничниц только помогут им в службе. Конечно, ко всему этому мы готовы. И всегда мы старались, чтобы лицо государства, наше лицо, всегда излучало и улыбку, и счастье, и радость видеть всех, кто к нам приезжает в гости. Да, мы милые, красивые, добрые, улыбчивые, но мы знаем, как обеспечить защиту нашего государства и наших рубежей. Начиная от улыбки на линии государственной границы, завершая глубокими знаниями всех тонкостей пограничного контроля. Это знание тысячи паспортов, это знание требований всех руководящих документов по организации службы пограничного контроля в пунктах пропуска. Все вместе, плюс воинская дисциплина и есть мастерство офицера-пограничника. А девушки, которые влились сегодня в коллектив, наверное, придадут шарма? Не просто шарма. Вы знаете, наши мужчины, офицеры-пограничники, просто не будут иметь, ну, ни шанса отставать уже от высококвалифицированных офицеров, как говорит наш устав, военнослужащих женского пола. Сразу же после торжественной церемонии слушатели Центра, преподаватели и гости возложили венки к подножию памятника героям границы с женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok